К этой минуте завершилось и заседание Высшего Евразийского экономического совета. На прямой связи со студией Дворца Независимости находится наш корреспондент Сергей Гусаченко. У него все подробности Большого переговорного дня. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер, Полина. Переговоры во Дворце Независимости завершились чуть более часа назад. Официальные делегации отсюда уже разъехались. Стоит отметить, что журналисты с особым нетерпением ожидали вторую часть дня Большой политики в Минске, заседания Евразийского. Заседание Высшего Евразийского экономического совета. Так уж вышло, что в последние годы саммит СНГ, скажем так, более спокоен в информационном плане. Всего лишь пару месяцев осталось до запуска ЕАЭС. И договор о его создании вчера ратифицировал белорусский парламент, подписал президент. Чуть ранее аналогичную процедуру выполнили в России и Казахстане. И сегодня лидеры тройки акцентировали внимание на том, что данный документ был фактически синхронно ратифицирован. Впрочем, перед выходом на новый этап интеграции, есть смысл подвести итоги этапа прежнего. И первая часть сегодняшнего саммита – это Межгоссовет Евразийского. Примечательно, что данная организация создана ровно 14 лет назад, именно 10 октября. И за это время внесла весомый вклад в развитие интеграционных процессов, содействовала формированию таможенного союза, единого экономического пространства. Словом, свое предназначение оправдала и впору передавать эстафету. Сегодня президенты подписали договор о прекращении деятельности Евразес. И вот какие оценки озвучили президенты, я предлагаю послушать мнение Александра Лукашенко и Владимира Путина. Евразес выполнила важнейшую миссию, обеспечила поступательное развитие евразийской интеграции и заложила основу для создания таможенного союза и единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана. В рамках Евразес сформирована солидная договорно-правовая база многостороннего сотрудничества. 215 договоров и соглашения охватывают самые различные сферы – от торговли, инвестиций, высоких технологий до гуманитарных связей. Установлены единые правила работы на общем рынке с населением более 170 миллионов человек и совокупным экономическим потенциалом, превышающим 4% глобального ВВП. Пройден большой и сложный путь интеграционного строительства. И самое главное, что Евразес явилась фундаментом для создания единого таможенного союза и единого экономического пространства, которое в свою очередь заложили основы нашего будущего Евразийского экономического союза. Поэтому сегодняшнее решение об изменении формата нашего взаимодействия – это адекватное отражение современных тенденций интеграции на постсоветском пространстве. Впрочем, основная часть саммита – это заседание Высшего Евразийского экономического совета. В повестке дня сегодня значился довольно широкий перечень вопросов. Приняли положение о символике и бюджете ЕС, а также решили ряд организационных моментов. По мнению президента, Евразийский экономический союз уже занял свою нишу в мировой политической и экономической повестке дня. На карте мира сформирован мощный экономический блок. Ну и, наверное, главный информационный повод сегодняшнего дня, разумеется, говорили о присоединении к блоку Армении и Кыргызстана. Все процедуры, которые для этого необходимы, эти страны выполнили весьма оперативно. Это исторический договор. Сегодня в Минске подписан. Армения к Евразийскому экономическому союзу присоединяется. Также стало известно о том, что Кыргызстан присоединится к ЕС в течение этого года. И наверняка документ будет подписан в декабре в Москве. Краткое резюме сегодняшних переговоров из уст президентов. Я предлагаю послушать выступление Александра Лукашенко, а также лидеров Армении и Кыргызстана. Сегодня мы проводим наше заседание в условиях, когда Евразийский экономический союз де-факто уже занял свою нишу в мировой экономической и даже политической повестке дня. Мы до июра завершаем формирование крупнейшего общего рынка на евразийском пространстве. Беларусь, Казахстан и Россия проинформировали мировое сообщество о практически синхронной ратификации парламентами стран договора о нашем союзе, который вступит в силу с 1 января 2015 года. На карте мира сформировался новый мощный экономический центр. Решение, которое заложило основу полноправного участия Армении в евразийском интеграционном процессе, было принято нами, исходя из того, что мы рассматриваем ЕАЭС как основной формат развития предсказуемых и максимально выгодных для наших стран отношений, основанных на принципах свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Конечно, у членства Армении своя специфика – это отсутствие общей границы с другими членами ЕАЭС. Однако для нас очевидно, что вместе мы экономически сильнее и нам легче реагировать на глобальные вызовы. Евразийский союз – крупнейший в географическом плане экономическое объединение. Мы, конечно, хотели бы встретить Новый год в качестве полноправного члена союза. Мы понимаем, что будет определенный рост цен по некоторым важным для потребителей товарам из-за разности таможенных пошлин у Кыргызстана и Таможенного союза. По этому поводу идут различные спекуляции. Ну, вы сами понимаете, какие организации и страны раскачку на этом ведут. Несмотря на все это, Кыргызстан сознательно идет на максимальное сокращение тарифных изъятий для исключения таможенного контроля на внешних границах со странами-участницами. Свобода передвижения товаров, как фундаментальная идея союза, считаем, должна быть обеспечена на практике. Ну что ж, вот такие итоги переговоров. Стоит отметить, что саммит прошел весьма динамично. Президенты фактически не отклонились от официальной программы. К слову, Минску быть ключевой площадкой евразийской интеграции уже не привыкать. Минск не впервой является такой площадкой. В 2009 году договор о создании таможенного союза был подписан именно в белорусской столице. Но несмотря на новый этап и новую ступень интеграции, сегодня президенты отметили впереди довольно много работы для того, чтобы экономический союз функционировал стабильно и без боев. Ну и, наверное, главное, для того, чтобы граждане тех стран, которые в новый блок входят, почувствовали весомый эффект не только от его создания, но и от его функционирования. Полина, вам слово. Спасибо, Сергей. Дворца независимости был наш корреспондент Сергей Гусаченко. Все подробности политического дня на информационном канале Панорама.